Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг Давайте остановимся сразу, смотри, хорошо соединил Меня мой друг, а где там было крещендо, чтобы сделать этот хвост? Вот здесь он 100% нужен Крещендо? Конечно, небольшое тебе нужно Провалил, провалил, ты соединить-то соединил А какое место? Я не понимаю Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня То есть здесь Нет, нет, нет Ласкаешь ты Вот эту Ты меня Тут как раз я осветлила и освободила Я ее не тычкула А вот этот переходик А ты спел Я мой друг Так как у тебя вот получается наоборот Понимаешь? Так вот это соединение Сифон этот Его нужно сделать динамически Пойдем сразу Два Там что с мелодией? Там опять накрутил Смешным узором Вообще не то что Даже песка с ног не нет Не, ну это я из других ног спел Это просто я На шутерленте разные варианты Есть, есть Смешным узором Земля и небо вспыхивают вдруг Там тогда вот такой ход у неё Угу 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 Вдруг, ты сейчас первый вариант стал петь. Ну первый, а если ваш вариант петь, то как? Да я так не пою, как ты сейчас спел, где-то там откопал. Я просто тоже слышала, но я не пою его. Ну ладно. Я из авторского текста только первую строчку пою, как и все. Как, да, причем ты сейчас тоже самое сделал, ты сейчас за вторым разом, когда начали, ты его спел. Ну и первый раз тоже его спел. Так ты что за авторский текст? Первый раз си, было две си. Да, Александр Владимирович? Да. Значит, ну у меня была мысль спеть там. Да ну, Тоха, поехали еще разочек, к самому начальному. Ну давайте вот с необычайным сделаем нормально. Хорошо, хорошо. Необычайным смешным узором. Что смешным? Цветным. А. Давай. Необычайным цветным узором. Веселье час и боль разлуки Готов зимит с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки И в дальний путь на долгие года. Спасибо. Тембрально она хорошо у тебя звучит. По тембру. Мне очень нравится. Тембрально мне нравится, вот как она у тебя звучит. Но, есть такие моменты, я послушала тоже нашу запись. Ты, во-первых, садишься на С. Веселье час. Мы распеваем А. Мы согласны, не тянем. Веселье час. Вот С не тянем. Я сейчас утрировала, но у тебя иногда ты С ищу в каких-то других местах. Запомни, пожалуйста. Вот эти вещи я вообще не считаю, как их все время одно и то же повторять. Ты взрослый. Ты знаешь, что где гласные соединяются, мы делаем налегаты, мы их не повторяем, не делим. В редких случаях, когда большая цезура, когда большая пауза. Тогда у нас это слово закончилось, это слово начинается. И согласные мы не распеваем никак. Как невозможно распить. Распеть. 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 Вот. Это первое. Тембрально. Мне нравится, как ты поешь. Но. Но. Она по мелодии, я вообще ничего не понимаю. Я ничего не понимаю по мелодии, что ты творишь. Дело вот в чем, Антон. Я не против того, что ты поешь однозначно, как написано в нотах. Но эта песня, она восприниматься будет людьми, то, о чем я всегда говорю. Это неправильно, конечно. Но я иду тем же самым путем. Мы поем для народа. Мы поем, чтобы людям понравилось. А людям мне понравится твоя правильная интерпретация. Я тебе точно говорю. Как ни странно. Именно тоновая? Или какая? Да, это тоновая понятно. Тоновая понятно, что если ты будешь фальшиво петь. Я имею в виду интерпретация мелодии. Ты тут послушал в интернете, взял этот кусок. Ты тут, значит, что-то как-то, тут что-то. Все-таки нужно тебе взять рабочий крестьянский наш советский вариант, который лег тоже в наше подсознание людей. Понимаешь? Люди, допустим, спросить молодых студентов 15-18 лет, они этой песни не знают. Они ее и слушать не будут. Они ее не знают. Но пока живо поколение, у которого лежит это в голове, совершенно по-другому. Мелодия, она легла. И когда ты, с каким бы ты не был чудесным голосом, с какой бы ты не был замечательной харизмой, если ты поешь нелюбимую их сердцу мелодию, они не скажут, что ты молодец. Это мое мнение. Я не знаю. Это все неправильно. Но я не понимаю. Я же сама работаю на эстраде. Ага. Ну, если говорить о мелодии, ладно, я, может быть, там что-то где-то взял. Но все-таки я пою не ту, которой они привыкли. Ту, которую все поют. Ту, которую все поют. Ты слушал люди, как поют? Да. Слушал. Как они поют? Ну, мне кажется, нормально. Да, они-то нормально поют. Ты несколько раз поменял там в разных местах мелодию. Саму мелодию, которую, понимаешь, тебе нужно выучить. Стандартный вариант. То есть первое исполнение мелодии, это Козина. Да я даже, ну, можешь взять Козина, можешь взять, я не знаю. Ну, как бы, на слуху она, ну, я, даже вот там, веселье час и боль разлуки или что? И боль разлуки, да. Веселье час. Даже то, что вот я иногда пою, я пою больше, я пою боль разлуки. А люди иногда, вот я пою, и я пою, веселье час, они вместе со мной поют. Они поют и час разлуки, а я пою и боль разлуки. Вот они сразу раз, так шарахаются. Вот ведь это еще. Ну, как бы, они улыбаются, все хорошо, но я спела не то, что они. Вот понимаете? На час разлуки я не знамена. Я понимаю, что, да, это все, ладно. Я понимаю, что нам не нужно равняться, как бы вот на вот такую массу, но нужно тебе какой-то общий знаменатель более, более вот удобный, прямо вот для исполнения, чтобы это не шокировало. Меня сейчас шокировало. Твои разные вот уходы туда-сюда. Именно слов или мелодий? Мелодий. И я не говорю про интонацию сейчас. Про интерпретацию. Понимаешь, ты взял один вариант нотный есть, другой ты там послушал, третий ты там послушал. Я вот за что переживаю. Потому что если все-таки... А эта вещь, эта вещь, она в репертуаре у всех должна быть. Вот спроси сейчас песню про дружбу, Александр Ильич, можете назвать другую песню про дружбу? Если только про этого самого из мультика. Если друг оказался вдруг. Вот. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. И эта самая... Дружба крепкая. Дружба крепкая, наша жмельница. Не ваша эта детская песенка. Значит, если друг оказался вдруг, драматическая, да, песня, то есть это Высоцкий у нас пел эту вещь. Все. Если говорить о вещи, которую исполнять на публику, в концерте там или где-то, где ты хочешь прийти в ресторан. Вот. Это единственная песня про дружбу. Которую люди подпевают, и под которую они могут выйти и станцевать. Угу. И когда, допустим, ты сказал, что вы не просто супруги, вы прожили на золотой свадьбе, вы не просто прожили 50 лет вместе, а вы для друг друга являетесь друзьями. Пусть это там в тавтологии звучит. Вы, в первую очередь, были друзьями на протяжении, и будете дальше друзьями на протяжении всей своей жизни. И я хочу вам подарить эту песню, которая, конечно же, вам знакома, понравится. Вы хотите танцевать, а все со мной вместе в зале будете, будут люди петь. И вдруг ты поехал там вот с этой вот мелодией вот, со своей вот. Может, я чему-то говорю? Александр Ильич? Что делать? В таких случаях что делать? Не, ну, правильно вы говорите. Так вы скажите, в каком конкретном месте? Потому что я послушал, вроде бы что я слушал, а оно уместно. Я концептуально сейчас, Антоша. Сейчас концептуально просто, Александр Ильич. Что делать? Значит, надо взять версию, которую все знают и все поют. И петь ее вот именно в том виде, в котором ее все поют и знают. Так вот и я тоже про это же. Если песня прям такая всенародная. У меня поет весь зал всегда ее со мной. Я в концертном зале пою, допустим, когда все зрители сидят. Вот просто это не столики, где там от тарелок нужно их оторвать своей харизмой. Чтобы они не селедку под шубой ели, а чтобы на тебя смотрели и с тобой вместе пели. Там такие еще задачи стоят. А когда это зал зрительный, вот все. И все поют. У меня и тут поют. И ложки бросают, поют со мной вместе. Поют. Но я просто знаю, я же не пойду на свадьбу, допустим, где молодняк только. Где девяносто процентов. Где мамы, папы. Остальное все молодежь. Но я не буду ее петь. Скорее всего. Хорошо. А пой на плитике как? По чувствам, как вы говорите? По чувствам? Не до конца. Не до конца? Нет еще. Почему? А не до конца. Освободись. Освободись. Давайте еще раз. Сейчас танцевать с тобой пойду. Давайте еще раз. ПЕСНЯ Я говорю, у тебя не до конца. Сейчас перебор. Ну так ты... Да иди ты на эту середину. Ты сейчас специально делаешь для Талии Викторовны что ли? Да нафиг я тебе нужна. Ну не специально. Да нафиг я нужна. Чувства выжимаю из себя. Не надо выжимать. А как тогда я не выбираю и не выжимаю? Я тогда не понимаю, что вы мне хотите. Я хочу естествовать тебя. А ты сейчас делаешь специально мне. А мне не надо. Ты для дорога пой. Не для меня. Понравилось, не понравилось. Не до конца может быть в одной какой-то ноте ты сейчас все выковаривал из тебя. Не нужно это. Естественным будет. Поехали. Давайте. По голосу все хорошо. По темру. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты, я мой друг Необычайным смешным узором Земля и небо вспыхивают вдруг Веселье час и боль разлуки Готов делить с тобой всегда Давай пожмем А куда ты побежал-то? Я побежал? Слишком побежал. Я уже думала. Ладно. Так. Смотри. Веселье час и боль Готов делить с тобой Готов делить с тобой Веселье час и боль разлуки И в дальний путь На долгие года Хорошо. Мы так близки, что слов не нужно Чтоб повторять друг другу вновь Что наша нежность и наша дружба Сильнее страсти Больше чем любовь Веселье час Придет к нам снова Придешь и ты И вот тогда Тогда пожмем Друг друг руки И в дальний путь На долгие года Веселье час И боль разлуки Готов делить с тобой Всегда Давай пожмем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года Не, милый мой, если ты наверх идешь А зачем она? Зачем вот эта пинька? Ее держать тогда надо Ее держать надо, милый мой Реприровать и развивать Развить ее И поставить точку И отпустить наверх А зачем она такая нужна? Да Долгие года Она зачем такая нужна? Шарик лопнул Она зачем нужна такая нота? Нет, а как будто Ну хорошо, мне казалось, можно Нет, так нельзя Хорошо Долгие года Тогда ее надо держать хотя бы Раз, два, три На три отпуска Ну давайте попробуем Попробуй И в дальний путь И в дальний путь И в дальний путь И в дальний путь На долгие года Раз, два, три Еще разок На долгие года На долгие года На, Саваревич, можно спать? А без меня можно сначала спеть? Потренироваться? Давай еще разочек И в дальний путь На долгие года На долгие года Ну ты с точкой Должен отпустить Ты меня не додерживаешь А я думал, можно Сначала я отпустил И вот самую вещь А конкорд последний сыграет Нет, можно у тебя будет Раз, два, три На три ты отпускаешь Два на три На долгие года Вот так что? Да, да, да Вот так что? Да, да, да И в дальний путь На долгие года Да, только можно И в дальний путь На долгие года Может как угодно спеть эту фрагу Ритмически Еще разочек И в дальний путь На долгие года Вот сейчас было легче? Да, сейчас было легче Вот так вот Вот так вот Увела просто вот От этого вот всего Да, это чик-чик-чик Так чик-чик у вас все чик-чик Как только из чик-чик Так все Но только Понимаешь Сейчас просто вырвали из контекста Поэтому было И в дальний путь Была поджато Все было поджато Потом Последняя нота была хорошая Она хорошая была Она хорошая Она хорошая Зив-зивок дал Хорошая была Но в такие ноты И нужно петь на зитке Их и нужно петь на зитке Спасибо всем Спасибо Пока Там вот этот ход Вот этот ход у тебя не тот Необычайный Вот идет как Вот про этот ход я говорила Что он на слуху А вот про этот ход Необычайным Цветным узором Я вот так и не слышала Что-то пели Необычайным Цветным узором Земля и небо Вот так идет Как Как Большинство поет Как оно на слуху Что мы будем делать? Необычайным Светным узором Необычайным Цветным узором Под цветным узором Да, да И не смешной Он цветной Необычайным А, какая вкусная мелодия! Останавливайся, только уже съехали. Какая у меня? Не мино. А, ну вы... Да, включите. Только мы в фаде с минориками. А что-то не работает с нами. Фаде с минориками. До свидания. До свидания со мной. С видным узором. Я так же прошлый раз пел. А в этот раз решил спеть по-другому. Потому что оказался код какой-то неудачный. Когда просты... Ну спой! Когда... Когда просты... Когда просты... Ну спой! И нежным взором. Ласкаешь ты меня... Ну не надо вывали. Ласкаешь ты... Ты... Меня... Наоборот, там-то вверху-то облегчи это всё. А хвостик вот этот вот... Небольшой сглиссандируй. Или не делай его. Ласкаешь ты меня... Ты меня... Уж так спеть. Ласкаешь ты меня... Мой друг. Только меня... Не сбрасывай звук. Ласкаешь ты... Ме... Где ты там? Ме. Ты... Ме... Ты меня... Ты... 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 Ты меня... Мой друг. Мой... Мой... Не... Мы... Мой... Мой... Он жмёт на 2 вот эти вот сразу. Давайте я это вынужден фа. Вон. Во! Вот... Поём. Вы же нажали фа, а нужно было фа подъездить. Давай, держи. Все. Не то. Пошли еще раз. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты, Меня, мой друг, необычайный, смешным узором, Демля и небо вспоминают вдруг Веселье час и боль разлуки. Да тяни час. Веселье час и боль... А нельзя спеть на одном дыхании? Веселье час и боль разлуки. Попробуй. Веселье час и боль разлуки. Готов делить с тобой всегда. Давай. Ну лучше же так. Да, это лучше. Лучше. Голос лучше. Еще разочек. Веселье час. Готов делить с тобой. Готов делить с тобой всегда. Давай. Готов делить с тобой. Что наша нежность и наша дружба Сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придёт к нам снова, Мрёшь и ты, и вот тогда. Тогда дадим друг другу слово, Что будем вместе, вместе навсегда. Тогда дадим друг другу слово, Что будем вместе, вместе навсегда. Только тут уже не надо отделять. Ты понимаешь, ты просто взял и коду отделил. Что будем вместе, вместе навсегда. То есть дыхание можно взять? Так она у тебя отделять нельзя ни в коем случае. Ты просто взял и вырвал. А, из контекста? Конечно, взял и вырвал эту коду. Нате вам отдельную коду. Веселье час. Последний припев. Веселье час. Веселье час. Последний раз в руки. Готов делить с тобой всегда. Как на нем друг другу руки. И в дальний путь на долгие годы. Ну, так? Ну, лучше. Более-менее. Ну, лучше. Ты учи её до конца, учи. Потому что она концертная, и она для вот, для людей вот, если участвовать в этих, в ностальже. Ты? Что ты ещё хочешь, Антуша? Угу. Я хочу песню там, где плён шумит. Давай. Давай.